Подошли дочери Славхада, сына Хефера, и предстали они перед Моше, и перед Элезером Коэном, и перед вождями, и всем обществом у входа в шатер откровения, сказав, отец наш умер в пустыне, а он не был в среде сборища, сговорившегося против Бога в обществе Короха, но за свой грех умер, и сыновей у него не было, почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его, из-за того лишь, что нет у него сына, дай нам владение среди братьев отца нашего, и представил Моше дело их перед Богом. То есть он сам не решился. Дело-то, в общем-то, не такое сложное, может быть. Нет, ну не рядовое. Дело в том, что не согрешил, по сути дела, этот род Славхада, а в итоге получается так, что... На дело не было. На дело нет. То есть вообще непонятно немножко, а как же возможно исправление этой части, если не будет продолжения рода. То есть об этом заботятся. Да, ты можешь взять себе в жены, и то не было разрешено выходить замуж и жениться между коленами, а здесь тем более мужчин нет. То есть нет мужской части, которая определяет практически всё течение следующее. Так что, естественно, что тут другого выхода и не остаётся. Другое дело, почему Машей должен спрашивать об этом творца. Да. Ну, так это потому, что Машей – это не то свойство, которое что-то решает, потому что он вообще посредник. Он – это свойство бины, которое находится посреди между Малхут и Кеттером, и поэтому он всего лишь обязан связать вместе. Но не может быть, в то время указывается на что-то предположительно, что вот, может быть, можно сделать так или иначе. Или понятно, что всё решается чётко, конструктивно, изначально ясно как. Только рассказать нам о действиях, которые должны произойти.